Добрый день, дорогие друзья! С вами Арсения и Синяя Треноженко. Мы смотрим азиатские квалификации. Азиатский минор. Вичи гейминг против Бианцы Спортс. Первая карта Даймираж. Это Best of 3. Ну и тут у нас есть, как обычно, это бывает на минорах, явный фаворит, как вы уже поняли. Это команда Вичи, которая, в принципе, играет довольно неплохо. Кстати, в рамках подготовки с простого мы даже один праг играли, как раз-таки на Мираже с Вичи. Насколько я помню, они играли тогда довольно агрессивно, очень нагло. Постоянно как-то пытались пикать там яму. Один чувак ходил на Б, навязывал агрессию. Ну и вот теперь решили пройти просто через коннектор. Заходят на Апленд, пытаются забрать игрока в джангли. Увидели только что на КТ спауне одного из оппонентов. Тем временем Кейс неплохо отмораживается у нас в окне. И в этот момент просто рассыпаются абсолютно все игроки на Апленде. Хотя ситуация 3 на 3. Как же Тор только что промахнулся по Фримену. Ауман теперь в нем делает один минус. Ситуация 1 в 3. И все-таки КТ-шники, возможно, возьмут дат ранг. Хотя не хочу я торопиться, потому что адвент красный. У Аумана 7 хеллс-поинтов. И, соответственно, этого может и не хватить. Но Ауман вешает все-таки плюшечку. И Вичи Гейминг уходит вперед. Счет 1-0. А коэффициенты у нас, по-моему, там 1.3 на Вичи. 4 на Бион в среднем. Поэтому тут такое впечатление, как будто все предрешено. Ну, была бы, например, эта серия не Best of 3, а одна карта. В принципе, чем черт не шутит. А вот так, не знаю даже. Все-таки тут, скорее всего, больше шансов у явного фаворита. У команды Вичи Гейминг, которая, ну, может быть, для многих и неожиданно спустилась в лузера. Но, с другой стороны, если они тут, значит, где-то какие-то ошибки могут совершать. Из-за этой ошибки, конечно, их наказали. Кейс чекает нас мидл. Ауман пока что действует на зиге. Легкий холд. Никто никуда не выходит. Оп, нет, выходит. Кейс упал в подвал. Решил все-таки сыграть агрессивно. Сумел отыграть неплохо с МПХ. И откидывает от себя смачок. Но при этом все равно играют довольно не спеша. Ребята из Beyond the Sports холдят. Ждут. А вдруг кто-нибудь еще пойдет загуляет. Но в этом есть толк. Как обычно, на экономических раундах очень важно делать какой-то финансовый демод. Чтобы спустя 1, 2, 3 раунда твой соперник играл урекой. И, естественно, через счет этого мог заработать довольно много денег. Ну, тут без шансов. Не в этом раунде. Окей, сделал минус последний. Причем, такое впечатление, как будто на 100% понимали игроки команды ВИЧ и гейминг, что Beyond the Sports не будет покупать во втором раунде. Поэтому оставили. Точнее, даже не оставили, а сыграли с МПшками. А вот сейчас они оставляют. Просто, ну, далеко не самые хорошие девайсы. Посмотрите. Там у нас 5 АК-47, которые арморы. Есть какая-то откидка. При этом тут, ну, МПхи. И... Ну, очень уверены в себе, что и ВИЧ и гейминг. То есть, понятное дело, что там у них своя базе атмосферы. Они знакомы друг с другом. О, вы это видели? Просто, что только что повезел Ролекс. Какие-то сумасшедшие два минуса. Какое общение, как будто он это с щитом каким-то сделал. Просто перевелся. Причем, это был даже не спрей какой-то. Какие-то быстрые три пули. В одного быстрые три пули, во второго. В итоге, все это было очень жестко. Ролекс у нас тем временем. Стоит дальше под Бена. Б один чувак, это Фриман. Играет он с МПхой и с Маком. Ну, а два при этом решили поджать яму, собирая там информацию. Ну, окей. Соберут они инфу. А что дальше? А дальше? А дальше ничего. Ихтор заметил. Соответственно, откидывает тут флешку. Фейкует. На ребят пойдут все-таки в направлении БМП. Фриман реализовал все-таки свою МПху. Пытается дальше ее реализовывать. Но не более одного килла. Соответственно, Б-плент занят. Игроки защиты должны прекрасно понимать, что выбить, скорее всего, уже не получится. И можно уходить к себе назад куда-нибудь на плент А. Бомба стоит. Все хорошо пока что складывается для ребят. Хотя Кейс, видимо, попробует, наверное, отстрел вести. Он понимает, там АК-47. У него МПх. Но МПху надо как-то реализовывать. Ну, к этому, в принципе, готов у нас игрок атаки. Би-вингес, да? Как читать? Би-эн-ви-гиг-гз. Би-эн-ви-гиг-гз. Вот так вот. Би-эн-ви-гиг-гз в итоге падает. Кейс сделал свой минус. А там, кстати, красный у нас игрок атаки. А куда он убегает, непонятно. Не, по-моему, тут без шанса... Ну, попытка! Попытка была, в этом плане он сделал все нормально, но 6 хп и, конечно же, бомба его забрала вместе с собой. 2-1 пользую Вич и Гейминг, Бион доберут первый раунд. Во многом, конечно, благодаря просто очень жесткой индивидуальной игре. Игре Роликса, да, под Б, но как часто он будет так давать? Вот это вопрос. Как, кстати, ребят, сегодня там? Слушайте, нормально, все ок, по звуку, качество картинки. Надеюсь, что все нормич. Кейс у нас решил играть с Савиком где-то на Зиге. Коктейль Молотова лежит. Оп, Кейс сделал свой минус. Не совсем аккуратно сыграли террористы. Подходит ближе к центру, при этом под Б плентом тоже есть один игрок, это Роликс. Роликс чувствует себя очень раскованно и уверенно, делает один минус, но при этом Фримен был на той же позиции и Роликс его просто-напросто там не ждал. Жоа Кинг, тем временем, готов откидывать флешки на центре. Они никого не ослепили. Уходит назад на Т-3. Стор ловит Жоа Кинга в ответ, но при этом есть Адвин там, найдя, который чекает лавочку, запирает Бенуидж Гигза минус Тор. И в итоге Оливия один против троих. Идет. Будет обходить, судя по всему. КТ-спаун, бомба лежит. Оливия стоит, ждет. Нет, все-таки не ждет. Хороший хэдшот, Ауман падает, но Адвин вместе с Фрименом получили информацию. Коктейль Молотова прилетает, у нас тупики. И Оливия чекает сейчас под коврами. Фактейль, кстати, можно, да, попытаться выудить оттуда оппонента. Подгорел немножко Адвин, но он делает довольно грамотный мув. Уходит все-таки под ковры и делает все довольно грамотно. Знаете, как в мультиках о Том и Джерри, когда бежит там мышка или кот, и падает какая-то колонна, и обязательно надо там, надо бежать прямо, чтобы колонна упала на тебя, то есть нельзя влево или вправо дать. Ну вот тут игрок атаки сделал все четко, он... Коктейль Молотова горит, он мог пойти налево или направо, соответственно, у террориста был бы шанс его убить, а он пошел под ковры и сделал все очень хорошо. Синя Азия, мне это нравится. Ну так я в Азии, кстати. Я сейчас в Азии, я комментирую Азию. Хоть отборочные в Катавице проходят, но я там. Звук окей, на фоне корабль гудит. А это кондиционеры такие тут большие гудят. Это именно они. Ну, я думаю, все плюс-минус будет. Тем более, сегодня всего лишь два, было три матча у меня. Я думаю, тут вообще будет 2-0 счет. Все-таки намного жестче ВИЧи. Так. Так. Продолжение следует... Это какая-то техническая, кстати, пауза, о которой я попытался инфу собрать, но она довольно быстро закончилась, поэтому... Поэтому... Все окей. У нас при этом Глоки, да, одна ЦЗ-шка-то затыгал от СТК, а коктейль Молотова горит у нас на кухне. Ролик стоит, ждет. Один на яме, один на коврах. Ну, похоже на какой-то фейк, но при этом для фейка нет даже каких-либо гранат. То есть придет сейчас как-то выкручиваться... Просто банками, не знаю, чем угодно. Коктейль прилетает, Фриман чекает сейчас комнату, уходит назад. Бен и Вигикс чекает окно, забирает Оливию. Откидывается флешка на центре. Адвент. Минус торф. СТК пытается забрать у нас игрока на пленте. А и в итоге Адвент все-таки падает. Джокинг минус. Ну, кстати, если брать во внимание то, что в атаке, по сути, было два хороших пистолета и все Глоки, то они неплохо раскомбили и сумели сделать минусы. Но в итоге все закончилось все равно. Победа команды Вичи Гейминг в этом раунде. Это 4-1. Они играют за КД на карте Демираж, друзья, если кто не знает, да, как это называется. Эта карта, хотя одна из самых, наверное, самая популярная. Да, она самая популярная. Потом, наверное, даст второй. Кстати, нюк довольно редко стал играться. Особенно на СНГ минорах его не было. На американских, по-моему, были. На азиатских, мне кажется, тоже были. Но как же без Миража? Ну и, кстати, Инферно тоже довольно часто играется. Кейз замечает у нас яму. Выкат на стрельбу. При этом Жокинг ошибается по стрельбе. Хороший коктейль Молотова. Игроки горят, но при этом выходят. Они через яму и делают еще и минусы. Ситуация 2 в 3. Адвент играет с Аугом на коннекторе. Проверяет сейчас плент А. Есть один игрок на дефолте. Два игрока на Тетрисе. Летят банки на КТ. Фримен. Попробует как раз таки с КТ спауна кого-то забрать. Адвент будет накидывать ему флешки. Адвент. Чекать яму. Один на один. И все-таки. Все-таки ничего у нее не получилось. И снова пауза. Снова тайм-аут. Но это, кстати, может быть и тактический тайм-аут. Мол, КТшники отдали. Ну, если честно, свой раунд. Они должны были забирать. Там чувак в яме сделал первый килл. Потом индивидуально по стрельбе ошибся один. Ошибся второй. А если бы не эти ошибки, они бы без шансов вообще забирали. Потому что там Теры выходили на стрельбу. И КТшники как раз таки принимали этот выход. Как раз таки принимали выход на стрельбу. Но не получилось. Но не показывает нам, правда, техническое или тактическое. Но я надеюсь, что скоро матч продолжится. На СНГ Спирит и Винстрайк играли, Нюк. Спирит. А, это в последние дни. Но это потому, что я не застал. Спасибо. Я просто, да, уже уехал. Лучше бы просто на азиатский минор поехали. Ну, а чтобы на азиатский минор поехать, мне кажется, надо жить в Азии. Там какое-то правило есть. Или не жить. А тогда у тебя должно быть 2 или 3 ВК, по-моему, из Азии. Из азиатской стороны. Это надо чекать. Юмпик от Адвенда, Юмпик от Аумана, МПХ, МК и АВП. Окей, за прилетает флешка под Б. Ауман проверяет сейчас подходы к себе. 3 игрока под плентом. Это говорит нам о том, что готовится раскидка. Кстати, 4-й подходит тоже с бомбой. Один пойдет через зиг. У нас, в принципе, есть что откинуть, но вот девайсы не самые хорошие. Фриман заметил, что сейчас игрока на зиге выходит, ловит моментально Бенуигза. Такой же Бенуигигза. Бенуигигза. Ну так, Бенуигигз. Надо чаще произносить этот никнейм. Ауман подходит все ближе и ближе к Смок. Ролекс рядом. Ролекс. Прочекал этот угол, но в итоге Юмпик был здесь сильней. Откидывается Смок в коннектор. СТК пытается забрать у нас игрока в комнате. Но там никого нет. Оливия подошел поближе. Ну и пробует просто занять мидл, посмотреть себе коннектор, посмотреть зигзаг. А вось кто выйдет. Но чертовски хорошие позиции у КТшников. Жокинг не лезет. Он даст инфу, как только увидит игрока, хелпи. И, соответственно, предупредит своих тиммейтов. Выход через коннектор. Ошибается снайпер. Промахнулся. ТР и предан. Аккуратненько начинает заходить на Апплент. Но слишком много здесь позиций. И слишком мало времени остается. И слишком много игроков защиты. В этом деле играет на Аппленте Аппленте. 5 секунд до конца. И счет становится 5-2. Айвик у Аумана. Айвик у Кейза. СТК подходит у нас под Б вместе с тиммейтами. Ребята решили все-таки запорсить. Они просто-напросто бегут на Б плент. Сломя голову. Попробуют заплентить бомбу. Ауман забирает первого. Фримен второго. Но Тору удается реализовать свой П-250. Кейз подходит тоже с АВП. Бомба ставится у нас в уголке. Кейз ее слышит. Откидывает коктейль Молотова. Огромное количество дэмэджа просто сюда входит. Но, кстати, Бенуи Гиггс успел еще и забрать Джоа Кинга. Ну, не самый плохой форс, на самом деле. С одной стороны, потратили все деньги. С другой стороны, поставили бомбу. Убили двоих. Поэтому, в любом случае, они команду Вичи Гейминг держат от движения. То есть, Вичи ведут по счету 6-2. Играют как бы уверенно. Но все это можно еще поломать. Вот просто вопрос, насколько Бионд к этому готовы. Готовы ли они вообще. Семь раундов до конца. В принципе, еще довольно много раундов. Особенно, если два подряд возьмут, например, террористы. То они в целом могут сломать игроков защиты. И все у них, может быть, получится. Бегут у нас в направлении точки Б. Игроки атаки. Два яма, один ковры. Роликс падает под подвал. Джоа Кинг пробует забрать игрока с эмкой. Ауман щелкает Тора. Джоа Кинг идет в коннектор, проверит подвал. Оттуда выйдут сейчас игроки. Ну, он готов. Очень просто. По телу работает. Минус раз, минус два. И все складывается как нельзя. Хорошо для парней. Бенуи Гикс. Один против двоих. Точнее, два в пять. Выходит на Аплайн. На коврах умирает у нас. Челобос. Счет семь-два. Шесть раундов до конца. Дропают ребята бомбу друг к другу. Но при этом, КТшники решили сыграть в два авика. Ну, они уже несколько раундов подряд так идут. Вообще, на мираже в последнее время два авика не так часто используются. Обычно авик второй подключается на Б, например, да? Но как фактор неожиданности. Но когда тебя уже спалили, то, в принципе, второй авик выбрасывается. Ну, а тут два авика, один АУК и две М-ки. АУК, кстати, тоже чаще и чаще берут. Кейс реализует авик свой на центре. Тем временем, Жоакинг не перевелся удачно. Однако первого забрал. Кейс подключился, забрал для себя второго. И сюда Д2АВ4. Выход от роликса на Аплайн. Тора остается посреди против четверых. И как-то еще один раунд просто пустую. Списали бионды. Хотя были и калаши, были и арморы. И довольно много разных гранат. Пять до конца. У нас снова экономический раунд должен быть. Тем временем у меня тут показывает Стим, что Эдвард зашел в Counter-Strike. Нави уже вовсю готовится к мажору. Видимо, напоминаю, что у Нави также должен быть какой-то чемпионат. Небольшой в Лондоне. Посмотрим, что из этого получится. Кейс щелкает у нас БНВ ГИКСа. Немного просел СТК. Ситуация 4 в 5. Прилетает смок-коннектор. Уходит назад в яму. Игрок Адвент чекает яму. Проверяет. Адвент. Готов в любом случае еще забирать одного из соперников. СТК падает. Ситуация 3 в 5. Адвент чекает. Откидывается флешка. Прилетает на борт. Кейс. Тем временем проверяет. Плэнта. Откидывается смок на ковры. Адвент щелкает Роликса. По одному как-то. Йонды, если честно, работают. Слишком... Надо сказать, что там неаккуратно, но... Мне кажется, переживают. Знаете, для них команда Вичи Гейминг это как-то такой некий китайский авторитет, который, по их мнению, умеет сильно играть и они его боятся. Ну, а Вичи Гейминг, собственно, просто раскованно действуют, играют себе довольно аккуратно. Аук у нас при этом у Адвента есть МК АВП. Ребята падают сейчас на центре. Флешки от Тора в ответ. Откидываются ХАЕшки. Кейс тем временем проверяет белый ящик. Ну, решили повторить полностью формулу диффенса Вичи Гейминг. А Теры снова, ну, пытаются мидл не занимать. Пойдут на... Понимаете, на мираже вот так выходить яма плюс ковры, ну, это очень-очень легкая так. Это так читается. То есть тут, ну, только такие микро ошибки, микро фейлы, да, со стороны КТ могут принести Терам раунд. Но если КТшники не ошибаются, то выйти реально яма ковры будет очень трудно. Но они выходят. Смотрите, СТК делает два минуса. Бенуи Гигг делает один килл. И в итоге раунд как-то пришел. Хотя вот реально, если посмотреть со стороны на этот выход, да, почему он получился. Снайпер промахнулся на коврах. Один чувак умер на дефолте, опять же. При этом должны были делать киллы, просто не сделали. То есть индивидуально сыграли конкретно в этом моменте не очень хорошо. И все закончилось у нас небольшим провалом. Но ничего. Бывает такое. Так, надо ретвитнуть у меня запись о том, что я запустил трансляцию. Где этот, видите, животный Синевич стримит. Beyond the Sports, Вичи Гейминг. Вы вообще за кого, друзья, болеете? За Биондов или за Вичи? Решили сейчас под раскидку сходить на Beyond the Sports. Тем временем, чуваки ловят на центре Тора. Довольно сильно проседает на Тетрисе у нас Ролекс. Понимают, что это однозначный выход на Аплент. Шиккин, кстати, мог только что и на коврах забрать соперника, но не получилось. Ну и смоки, кстати, развеялись. В итоге подходит снайпер, щелкает Оливия. Бомба идеально лежит для АВП. Докинуть нечего. И вот снова, как взять такой раунд? Такой раунд взять просто нереально. Бенли Гиггс забирает Гейза. Моментально падает от рук Адвента. Ролекс вместе с СТКем 2 в 4. No chance. Что ты в Азии делаешь? Я, ну, решил поехать посмотреть культуру старинных. СТК минус Римон и минус Ролекс. Мне просто предложили в гостинице пожить геймерской. За счет гостиницы я решил. А почему бы не поехать, не отдохнуть, не совместить приятное с полезным? Тем более отсюда, видите, можно поработать еще, если есть такая необходимость. Поэтому... Вчера работал, сегодня работаю. Но благо потом уже все из студии будут ребята делать без меня. А я присоединюсь к мажору уже непосредственно на финальной стадии. Когда легенды будут уже играть. С топ-16, по-моему. Ролекс. Я решил пойти в подвал. Тут нас мидл занял. Жо Кинг. При этом центр ему контролит кейс. Ну, опять же, вот если кейс промахнется, и Жо Кинг. Да-да-да. Но насколько велика вероятность, что профессиональные игроки будут промахиваться? Понимаете? Флешка прилетает. Кейс делает свой минус. Жо Кинг попадает еще и в голову. И в итоге игроки защиты вышли победителями из этой перестрелки. Приман решил пойти у нас дальше. Пушит он с Аугом. Собирает информацию необходимую для ребят. И, естественно, просто без шансов. Хм. Найс, спрей. До свидули. Оливия единственный игрок. Один против четверых. Пойдет на Б-плент. Ну и там. А сумеет ли он что-то сделать? Непонятно. Потому что прочекал только что его Фримен. Предупредил тиммейтов. Дау инфу. На ситию. Что делает у нас Ауман? Как же он так ошибся? Не поняли. Фримен с Ауманом друг к другу. Оливия падает на плент. И умирает. Поднять щит за безлимит. Полей за своих. Самым быстрым мобильным от. Мега фон. Дорогие друзья. Напоминаю, что это. Один из партнеров трансляции. Последний раунд у нас остается. В первой половине. И вот счет может быть будет 12-3. И то. Из этих трех раундов. Два. Ребятки взяли просто. Просто так. И немножко повезло. Если честно. СТК. Откидываю сейчас смачок под Б. Кто-то не подошел коктейль Молотова. Ауман. Готов откинуть флешечку. Под него должен играть Фримен по идее. Фримен. Он и без флешки пикает просто. Минус СТК. Коктейль Молотова. Он слишком зажатый играет Бионды. Тут явно 12-3 должен быть счет. Какие-то сумасшедшие микро ошибки могут. Спасти ребят. Бен Вегикс прошел, кстати, на зигзаг. А вот это может быть интересно. Это как раз те ошибки, о которых я говорил. Да не умирайте, чуваки. У вас свой прошел спину. Бен Вегикс. Вид одного. Вид второго. Оу. Хорошие хэдшоты из дезерта. Ауман и Фримен падают. Появляется АУК. Можно, в принципе, взять еще один девайс. АУК и ЭМК. Через спину будет заходить Джоакин. Кейс тем временем подходит с авиком довольно аккуратно. Ребята проверяют библиотеку. Тут у нас никого нет. Два игрока на Форесте. Один возле белой машины. Ну и все ближе-ближе заходит защита. Адвент. Попробую сейчас зайти. Откидываются хэшки. Кейс было бы неплохо взять. Все-таки, наверное, пистолет в руки. Ну и Тор забирает Джоакинга. Вообще, поторопился Джо, потому что реально нужно было... Ой, тут еще и скролл уже играет. За ошибки отвезли. Ну, подарили. Просто четыре раунда бьондом. На самом-то деле. Потому что все шло к счету 12-3 или больше. Партнер нашей трансляции сервис АМЕДИАТЕКА дарит всем зрителям 50% скидки на месяц подписки по промокоду КАТОВИЦЕ2019. Поэтому, друзья, если любите сериалы и фильмы, рекомендую. Это Нормуз. Обе команды уже готовы. Остается теперь подождать. У моря погоды, так сказать. На самом деле, там, как обычно, на официальной трансляции какие-то задержки. Рекламные, наверное. У нас, кстати, в два потока транслируется минор. Насколько я знаю, на первом канале студия работает. Они комментируют. Аэку Сайбер Дзен. А я комментирую Вичи Бьонт. Аэку Сайбер Дзен. Элиминейшн Матч. А я Групп Б Элиминейшн Матч комментирую. Так. 16-11. Да, 16-11, друзья. Я думаю, именно такой счет должен быть у нас в Амганце. Но, если честно, нет. Я же говорю, я играл вместе с Простого против команды Вичи Гейминг. Тогда Кензер у нас болел же. Я тренировался. И как раз-таки один из Прайков был против Вичи. Ну и... На тренировке Вичи играли довольно сильно. Они носились, бегали, прыгали. Стреляли довольно уверенно. Поэтому, если они будут играть ровно так же, то, я думаю, у них все должно получиться. Бьонты как-то начали нормально, а потом слишком зажались, что ли. И ничего не толком не выходило. Ждем мы. Теперь. Начало второй половины. В принципе, все готово к этому. Надеюсь, что ребята долго не будут затягивать. О, админ написал, ready. Наш официальный партнер Delivery Club дарит вам скидку 25% по промокоду CSGO при оплате онлайн. Так вот, у нас одни скидки на трансляции. Скидка там, скидка здесь. Смотришь, трансляция, весь в скидках. Дым и флешки у Адвента. При этом первые арморы у нас Фримен и компания. СТК с дефузами. Вичи решили под минимальную раскидку выйти на Аплент. Интересно, куда прилетит один смок. Один смок положили просто на хелпу. Ауман забирает из СТК. Очень красный при этом. Есть игрок у нас на голове. Ауман савитбом был за сигаретой. Тем временем нычки не опроверили, но Оливия показывает очень плохой индивидуальный уровень игры. Кейс щелкает Бэдвэй Гикса. Роликс приходит на помощь, забирает Фримена. Тор вместе с Роликсом в 2 в 3. Но шансов довольно мало. Роликс просил 4 холлспойнта у него. Ауман сегодня как бомбы не может поставить. В итоге поднимает довольно слюбовое решение. Кейс разваливает Тора. И в конце концов Роликс 4 хп. 1 против 2. Ауман. Роликс очень красный. Но и все-таки совместная игра атаки приводит к тому, что они побеждают. В пистолетах. И кладут себе в копилку один из самых важных раундов. Пистолеты с таким счетом, которым закончилась первая половина. Это, наверное, самый важный раунд. Потому что теперь Вич и гейминг остановить будет уже довольно трудно. Кстати, форсят еще и Бьонды. Интересное решение. То есть, если 13-4, то... 14-4. А там, опять же, Эмки без особого откида. В общем, Бьонды решили волевушку сыграть. И этого волевушка как раз-таки может стоить им целого раунда. Ауман играет на центре. Откидывается Хэшка на мид. Есть игроки в яме и на коврах. Ауман подошел у нас под плент А. Чекает сейчас подвал. Тем временем его тиммейты стоят на яме и ждут каких-то, наверное, определенных таймингов. Да, прилетели. Гранаты на плент. Риман забирает Роликса. Ауман тем временем врывается в хилпу. Полностью отжал джангл. Отсюда выбить будет уже нереально. Но выбить только через КТ это само по себе довольно сложно. Тем временем БНВ Гигг стоит почему-то в окне. Почему-то не ждет тут оппонента. Но что он вешает? Просто прилетает. Неимоверный хедшот. БНВ Гиггс остается один против двоих. Но все равно ситуация довольно трудная. Хотя можно поставить. Нет, не получается. Счет 13-4. Вичи гейминг ведут. У нас должно быть фулл эко у защиты. Там 3000 долларов. у кого-то 2,5. Но это П250 максимум. И в следующем раунде уже нас ждет возможно полноценный бай. Юмп. У Аумана плюс довольно много гранат. Галил и Калаши. Откидывается стандартный смок в окно. В принципе под этот смок Ауман будет занимать мидл. Играет довольно аккуратно. Жо Кинг стоит ждет. Ауман откидывается хаешке теперь. Как ты думаешь его горит в коннекторе. Жо Кинг забирает Оливия. Идет дальше. Влетает флешка. Ролик сегодня на голове. Ауман раскатывает его. Минус Ролик со стикей. Постается один пока на депболте. Но Адвент его на контроле. Бенвегикс реализовал цзшку. Ситуация 2 в 3. Тор с юспиком подошел на ту же позицию. Надо отстреливать. Бенвегикс правда можно сейвить Юмп. Но я думаю уже в следующем раунде можно и с МК поиграть. Так что за кого вы болеете? Я вот задал вопрос от чати так ответа и не получил. Ну по-любому что там знаю ты понимаешь что игра не самая популярная там тысяча зрителей но кто-то же за кого-то болеет. Я вот сейчас историю себе в инстаграм еще выложу. Может быть зрители подойдут еще я тут каменщу Азию. Азиатский минус заходите. Азия минор сижу в Азии и комментирую Азия минор летает у нас огонь в коннектор Оливия чекает сейчас middle Аяшка в коннектор довольно агрессивно заняли Вичи middle накидывается банка на точку Б Атор сумел подловить у нас Аумана это под Б случилось но вот Оливия на центре промахнулся но кстати в мидле еще 3 человека а Тор в принципе об этом можешь конечно догадываться но четкости наверное не знаю четкости его действиях не хватает Оливия промахивается уходит на джангл хороший смок коннектор мешает собрать информацию игрокам защиты но и при этом Теры зашли в коннектор чекает дик там у нас никого нет ролик скидает коктейль молотова в ответ и в итоге забегает у нас Теры через коннектор на плент африман забирает из теке Оливия падает в этот момент кейс делает свой хил и полностью рассыпается защита а я напоминаю что ребята были в большинстве да и коктейль молотова в принципе неплохой головой откинул но по стрельбе в какой-то момент бейонда просто не хватило последний раунд судя по всему ну исходя из той игры да которую мы видим только согласитесь ребята из команды вичи гейминг играют посильнее но это бест оф 3 встреча поэтому может быть может быть все будет немножко по другому хочу карты сейчас глянуть сень привет здорово друзья рад вас видеть так тысяча зрителей а карты 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 мираж инферно и трейн причем мираж пикали бьенда чтобы вы понимали жокинг забирает Оливия погибает бнв гиг ситуация 5 в 3 совсем ничего остается до следующей карты ауман убирает роликса тор перестреливает игроков на бпленте ну и примерно понимает где находятся оппоненты тор делает еще один минус бомба выпала жокинг слишком нагло и агрессивно играл кстати этот раунд может быть получится почему ты один комментишь потому что нет сокастера потому что слишком много матчей я напоминаю что параллельно есть еще один стрим из главной нашей студии там работает абсолютно вся наша команда а там задействовано порядка наверное восьми комментаторов аналитиков восьми до восьми мне кажется поэтому я вот единственный свободный в этом случае ну бомба в зиге ее как-то надо подобрать фримен слишком долго находится в коннекторе чекает какие-то тут позиции странно почему он их проверяет потому что в принципе логично что тут никого у нас нет ну бомба ну и кстати у фримена есть смог и флешки то есть в принципе можно было бы подобрать бомбу на самом-то деле да и пойти на аплэнд но почему фримен этого не делает ну конечно очень плохой розыгрыш на самом-то деле вот ребят из-за то есть у чувака реально не ну согласитесь дым и вот тут бомба ну так дай сюда дым подожди пока дым нашют дай флешку аккуратно зайди возьми и унеси ну или сделай вид что ты уносишь останься там вот так ну было бы аналогично остаться потому что тимаи все-таки заходят сверху поэтому сделай вид что ты ушел с бомбой и все ну как-то очень долго ходили стояли и все ну что это камбэк камбэк из рил от бьонт из порт летят флешки на центре довольно быстрая игра от адвента и компании ауман напрягает очку бэп ловит смок в лицо и просто-напросто уходит назад в подвал адвент нашивает пока что тик-так в окне находится у нас игрок оливия стоит ждет подсадочка в окно по-моему оливия может его забрать оливия заметил только что оппонента и в итоге сделал с легкостью этот минус ролик с тем временем чекает одновременно яму плюс ковры есть у нас в яме фримен многое зависит от таймингов хотя ковры ему взял так что игрок защиты поэтому в принципе на самом деле только ям оливия делает еще один минус окей подключился фримен наконец-таки сделал килл для команды вичи гейминг но в целом раунд уйдет снова ребята в команде бьенц и придется играть пистолет как 15-6 еще один раунд 9 подряд нужно тащить бьенцам в принципе это конечно нереально сделать на самом-то деле реально нереально потому что все будет довольно плохо цзшка у нас от кейза блоки у всех остальных 4к47 и мка у эстикея фримен и компания занимают сейчас лотопайк от амидал оливия пытается пристрелять пистолет но у него ничего не получается фримен делает свой минус оливия падает бен вагикс реализует мку кейз забрал эстикея не очень аккуратно сыграли защитники но с другой стороны деньги у них будут поэтому ничего страшного в этом нет ауман 11к47 против двоих идет куда-то в направлении байплента бомба на центре ну кстати игрок в зиге там находится он может его услышать хотя ауман делает все чтобы этого не произошло будет тащить какие-то затащить этот клатч ну не знаю это очень трудно надо зайти просто в спину к двоим это реально тяжело Сенька как ты считаешь Симплухо заслуженно взял топ-1 конечно заслуженно потому что тот импакт который он вносит лично в победы команды на ави он собственно огромен так как это индивидуальный рейтинг в командной игре то как раз таки Симпл абсолютно заслуженно получил это звание так раскидка у нас у атаки есть дым и флешки коктейли молотова и парни идут на центр что мы будем сыграть нагло коктейль молотова от Оливии понимает он что любят в окошко забрасывать свок оптер что кстати мог стрелять но не стал этого делать смотрел вчера ягу Envy Fury не не смотрел я же вчера тоже комментировал я комментировал как раз таки параллельный матч там Бравада Гейминг играли Best of 3 не смотрел ну в общем пошубели на центре и отошли на яму решили сделать раскидку Ауман тем временем заходит через коннектор заходит аккуратно играет крыску Лариску Оливия его по-моему заметил оп немножко раньше нужно было Аумана идти хотя Бен Вагикс заметил дал фул судя по всему Приман пытается проверить сейчас игроков на апленте ролик падает нычку проверили это вообще странно честно много каков защиты Фриман делает размен Оливия сделал килл но при этом 2 в 3 Бен Вагикс и Тор один через КТ другой через головы банок уже нет подкинуть дымы нельзя остаются у нас при этом Бен Вагикс на голове Фриман делает свой килл ну вот хорошо Фриман сыграл в этом равнице на размене Бен Вагикс очень красный пытается резать мку но это друзья гэгэшечка 16-7 поздравляем с победой Вичи Гейминг мираж их теперь карта до инферна после небольшой паузы А медиатека смотри лучшие сериалы планеты одновременно со всем миром в профессиональном озвучании ух ты или на языке оригинала только в А медиатеке Ну что, работяги запускаем Общение на максималках на самом быстром мобильном интернете в стране Мегафон включайся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В профессиональном озвучании Ух ты Или на языке оригинала Только в А медиатеке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok